Mitsubishi готовится представить обновленный Mitsubishi Eclipse Cross. Пока компания опубликовала единственный тизер, так что остальные факты придется проиллюстрировать изображениями нынешней версии кроссовера. Объявлено, что модель радикально изменится внешне, так как именно ей предстоит презентовать новый фирменный стиль марки. Еще одно обещание – выпустить подзаряжаемый гибрид. Можно предположить, что начинка для него поделится старший Outlander. Стоит отметить, что бензоэлектрический Outlander оказался крайне успешным. С 2013 года по всему миру было продано больше 260 тысяч машин. И задача подзаряжаемого Eclipse – как минимум повторить этот успех. Продолжая тему рестайлингов, три года назад Opel выпустил первую модель на платформе концерна PSA. Ею стал компактный кроссовер Crossland X, который теперь пережил обновление. Лишившись ненужной приставки X. У посвежевшей машины новый передок, оформленный под визор шлема. Где светодиодные фары соединены черной заглушкой. Кроме того, модернизация затронула подвеску, рулевое управление и, разумеется, медиасистему. И очень жаль, что опелевцы ограничились лишь десятком фотографий. Ведь обновленный Crossland появится на российском рынке. Старт переднеприводного кроссовера назначен на 2021 год. Батарейный хатчбэк Mitsubishi iMeeve рестайлингами не освежить. Поэтому пионер электромобильного движения уйдет на пенсию. Между прочим, на конвейере машинка продержалась целое десятилетие. Скорее всего, в отставку одновременно отправятся и братья-близнецы iMeeve, Citroёn CZero и Peugeot ION. При этом японская компания уже работает над следующим поколением компактного электромобиля. Еще одна грядущая потеря – Kia Sorento второго поколения. Похоже, калининградский автотор оставался единственным заводом, где продолжали выпускать кроссовер образца 2009 года. Его делали по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Также на покой отправится Sorento третьей генерации, который с 2014 года продавался у нас с приставкой Prime. Все это нужно, чтобы расчистить рынок перед выходом абсолютно новой машины, на которую только что навесили ценники. И они приятно удивляют – стартовая цена выросла всего на 25 тысяч рублей. Продолжение следует...